здравствуйте уважаемые телезрители вы смотрите it on tv и наша сегодняшняя программа в рамках прога серии программа разбор полетов со мной вместе в студии связи льбер журналисты связи бери дэвид шехтер добрый день господа так как мы в интернете можно сказать и доброе утро и добрый день и добрый вечер обязательно в кого-нибудь попадем я павел маргулян господа значит вы сегодня должны представить себя в роли студентов у меня к вам есть три вопроса на троих у нас есть 15 минут для того чтобы со всеми тремя вопросами разобраться но в отличие студентов которых много билетов и они не знаю что им выпадет я думаю что вы в теме поэтому вас и пригласили и сейчас мы начнем на эти темы рассуждать должен сразу сказать что по моему наша сегодняшняя программа несмотря на традиционное название разбор полетов там взлетов каких-то она больше будет посвящена разбору посадок скажем так на посадочный аэропорт падение посадок на аэропорты запасные аэропорты другие аэропорты и так далее поэтому первая часть нашей беседы были ли для вас сюрпризы в этой избирательной кампании хочу сразу сказать нашим телезрителям что записываем эту программу часов за пять наверное до того как будут закрыта дата когда можно подавать списки и возможно то что мы говорим сейчас ближайшие пять часов изменится но как говорится будем посмотреть но это надо просто иметь ввиду ты начнем с тебя сюрпризы были ну безусловно это избирательная кампания полна сюрпризов первый самый большой сюрприз который я могу даже сказать был для меня шоком это был была отставка муше кахлона одного из самых способных министров даже не отставка это по собственному желанию к ну да уход большой политики я не буду сейчас рассуждать по каким причинам наверняка муше кахлон знает свои причины но по крайней мере это был меня тоже есть подозрение что муше кахлон знает свои причины в отличие от нас да совершенно верно и я даже больше я еще думаю что биби натаньягу знает его причина когда мне задали вопрос кого я считаю человеком года это было до счета его отставки я сказал что это муше кахлон который сейчас в общем-то остался в тени до последние месяц его нет ну разумеется разумеется после того как он сообщил о том что уходит в отставку в общем то наверное те кто надеялись на какие-то экономические социальные изменения в лучшую сторону при он или приуныли это я сразу могу сказать объединение ликуда и нд и в единый список тоже разумеется было полным сюрпризом развал кадимы не был сюрпризом потому что в принципе она показана сразу после праймере что этому в это к этому все идет но вместе с тем можно сказать что объединение ликуда и нд и в одну большую фракцию очень многое изменило в израильской политике поскольку левый лагерь оппозиционный не смог продемонстрировать примерно того же самого не смог продемонстрировать какого-то объединение потому что объединение хотя несмотря на то что сегодня по опросам общественного мнения они вместе получают немножко меньше чем у них сейчас к несете по отдельности тем не менее вот объединение но несет некую положительную энергию свеже разрешение здесь установлю за так как у нас я знаю будет цвет но потому что тема горячая как бы ты перечислил вот именно сюрпризы первой части вот первой серии избирательной компании которые заканчиваются сегодня в 10 часов вечера давид я предлагаю тебе продолжить твои сюрпризы мы сюрпризы они в области скорее моральной потому что все переходы не были всегда но вот такого найти откровенного цинизма такого откровенного вот плевков откровенных в лицо тупорыл ему избирательных схавает все такого еще не было давайте возьмем миссис клин то есть госпожу чистота которая себя представляла как чистую леди цепи ливни которые думают только о государство она стала заниматься тем чем ее большой биг босс воровать мандаты из других партий сегодня не знаю партию называют цепей 6 воров она взяла из 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 других партий мандаты не имея у себя ничего и для чего вы в имя чего в дина себе всегда выставляла как чека идейного идеологического она говорит нужно этого ужасного злодея биби убрать это что ж ты творишь да ведь как ты думаешь успехи этого военно в той идее ты так хочешь я хочу отметить вот к твоему сюрпризу что то ну вот невероятное стечение обстоятельств как вы помните закон которым который проводил на таньягу с помощью элькина о возможности выходе семи членов партии был направлен для того чтобы развалить к диму и нанести удары смертельный по этой партии фаз выше от делился от цепили как неудивительно этим законом воспользовался директор скажи мне пожалуйста было ли у нее время для других возможностей за те две недели когда она уходим от темы возвращения цепи ливни не было сюрпризом секундочку потому что еще в 1900 в 2000 году эдельштейн провел закон после ухода бронфона вот такого как сейчас и поэтому закону нельзя было выйти из франции только за три месяца доверить давид что не сделали это не закон цепи это закон давай тогда как мы говорим о сюрпризов ты хочешь сказать что вот эти переходы для тебя были сюрпризом нет не не переходы приводы были всегда окей степени гнусности скажем так степень ты считаешь что в израильской политики это можно называть гнусностью помыть реальность уже просто самый настоящий или тогда надо говорить что у нас вся политика такая пример чек который все повел как настоящий лидер в этой ситуации это не перман я за него не голосую под меня не надо думать что я мы не спрашивали мы делаем рекламу люберман как настоящий лидер почему когда на двух членов его фракции наехала пресса я так говоря он как глава дал им полную поддержку он их не отдал за нас за настю за стаса он дал им полную пешку но но себе это на ум намотал а и когда время пришло железной рукой и выкинул из списка без всякой жалости так способность вести настоящий биллер который своих людей поддерживает в обиду но и науну счет видео слушая доме стране не несколько странные твои отношения к настоящему лидеру то есть с одной стороны настоящий лидер который поддержал своих соратников а потом безжалостно выкинул их из списка с другой стороны настоящий лидер которая безжалостно взяла воспользоваться другими возможности которую не были и пригласил их к себе в список. Это ты называешь гнус. Безжалостно к нашему мнению. Мне кажется, что Цепи Ливни забрала свои же мандаты, скажем так. Мандаты, которые она получила во главе партии Кодима. Если бы она их не забрала, они просто ушли в ничто, потому что Кодима не преодолела бы электоральный барьер. Она не переманивала мандаты откуда-то из других партий. Она взяла своих же сторонников, которые были вместе с ней на праймере с Кодиме, которые шли вместе с ней до конца и которые после того, как Цепи Ливни проиграла ему фазу, сразу впали в немилость. И надо сказать, что это действительно ее близкие люди, ее единомышленники. То есть, как бы, если не с ними, то с кем ей тогда садовать партию? Значит, окей, давайте мы закончим. То есть, возвращение Цепи Ливни не было сюрпризом. Для меня было сюрпризом, почему она столько времени, как говорят на еврите, сидела на заборе. Почему она не могла это сделать в сентябре, в октябре? Если бы не было бы иных, она бы дважды была бы сделана. Может быть, может быть. Сюрпризом было то, что она сейчас... Она не умеет принимать решения, не умеет, как говорите, лохтох, не умеет отрезать, отрубить. Может быть, может быть, я не знаю, я не знаком с ней. То, что умеет, именно Ливерман. Значит, господа, я хочу вас здесь остановить. Давайте так, я позволю себе сказать про последний сюрприз, свидетелем которым мы стали сегодня утром. Хотя, так как мы сказали, что есть еще пять часов, возможно, еще будут сюрпризы, но Амир Перец, это почти точка в первой части избирательной кампании. Это то, что я хотел сказать. Это очень серьезный шаг влево. И несмотря на то, что Амир Перец, это просто меня умилило, он на пресс-конференции заявил, я, говорит, пришел к цепи ливни, в движение от Нуа, я даже не знаю, как еще назову, нет еще такого стаида, от Нуа я пришел в движение во главе с цепи ливни для того, чтобы отвоевывать избирателей у Ликуда. А так он сказал, да? Это то, что он сказал, да. Это даже не стешно. Я не пришел для того, чтобы бороться со водой и опускать в воду. Смотри, но может быть, он именитизм. Я пришел для того, чтобы переманивать избирателей из Ликуда. И дальше он сказал следующее. Я построил железный купол над Сдеротом, я теперь построю железный купол социально-экономичный. Все, ставим точку, господа. Но, по идее, это действительно большой шаг влево, и сомнительно, что Амир Перец будет привлекательным для правой линии. Следующий вопрос. Абрам Митин сказал, наши братья и левые? Они там друг с другом воевали, вместо своей, но это же политика, господи. Давайте идем дальше. Следующий вопрос, мне кажется, вы сможете ответить на него буквально одним-двумя предложениями, потому что времени нет. Как, на ваш взгляд, будет выглядеть будущая коалиция? То, что называется нахон ли айом, то есть на сегодняшний день. Давид, с тебя начнем сейчас. Амир Перец очень сильно облегчил Шелли Тихимович жизнь после... Ну, она об этом сказала, да. Потому что сейчас без него ей намного будет проще войти в коалицию с ним, ей было бы сложнее. Поэтому у Натани Агу, я-то думал, что до этого будет скрыться коалиция с Еиром Лапидом, с еврейским домом и, может быть, сейчас, но теперь Натани Агу спокойно возьмет... Шелли Тихимович говорила, что возможность ее присоединения к праведству Натани Агу стремится к нулю. Окей, говорила. Тем не менее, она предпочла оставить для себя открытыми все опции. Она не говорила, что это исключение. Напомню, что она заняла очень умную позицию, она очень левая социальных вопросов в выпуске политики, по которому всегда проходил в водораздел, она совсем не левая. Она такой, правый, даже центр, даже, скорее, правый центр, она за поселенцев. Она об этом много раз говорила. Очень легко. То есть, принципиальное изменение, которое ты предполагаешь, это присоединение к коалиции партии Абуда. Цви. Я не вижу партию Абуда. Прежде чем ты начнешь отвечать, я хочу процитировать несколько раз представитель коалиции Зеев Элькин как бы вскользь намекал, что возможно следующее правительство без ортодоксальных партий, без коридин. Что ты можешь сказать? Не знаю, не могу поверить, что Нитаняу решится не взять в коалицию ШАС. Не могу в это поверить. Уверен, что в коалиции будет еврейский дом во главе с Нафтали Беннетом. Ну, слишком уж, естественно, это союзник. Кроме того, Нафтали Беннет в прошлом был помощником Бениамина Нитаняу. Таким образом, ликут Бейтену еврейский дом. Уверен, что это будет партия ШАС. Скорее всего, туда войдет Лапит, который уже сделал многократные оговорки о том, что он не антагонист Харидима. С другой стороны, Лапит говорил, что он не войдет в правительство, которое не будет заниматься в политическом мирном процессе. То есть, некоторые, они повесили у тебя обиделся. Я бы этот вопрос поставил по-другому. А как Лапит объяснит потом, что он входит в коалицию, раз он заявил, что он не войдет в коалицию, которая не возобновит мирный процесс. Смотри же вопрос. Лапит, как бы, много наложил на себя разных ограничений рамок предвыборной кампании. Он понимает, что за ним внимательно сидят, как за новым человеком. Потом будем предъявлять счет. Третий вопрос, самый для нас, наверное, близкий нам. Вопрос поставлен так. Не считаете ли вы, что формирование партийных списков, которое почти закончилось, там только мы не знаем, что будет у Цепи-Ливни, фактически, нанесло, скажем так, это было окончательное решение русского вопроса в израильской политике? Ну, похоже на то, потому что получается, что партия Ликут-Бейтейну на реальных местах стоит 10 русскоязычных, или 11 русскоязычных, кандидатов. Вот, в других партиях русскоязычные кандидаты, скажем так, стоят на условно проходных местах, и то это в партии Ешатиды, в партии Авуда, да, в Мереце вообще нет русскоязычного кандидата, но если не считать за Авуголь, он русскоязычный. Амнун Куэм? Шасси? Амнун Куэм, Шасси, да. Смотрите, это же все имена, которые нам известны. нам, нам, как миллионной общине, хотелось бы видеть то, что миллионная община способна выдвинуть на каждых выборах каких-то новых людей. Ну, это значит, как минимум 20 депутатов в Кнесте должно быть русскоязычным, если брать чисто пропорционально количество избирателей. Ну да, а есть? Не знаю, никто не занимался этими подсчетами, но в любом случае еще, опять же, неизвестно, будет ли русскоязычный представитель у Цепи Ливни, хотя, в общем-то, с ней идет Роберт Ильяев. Смотрите. Двой вопрос неизвестно, пока еще на каком он будет месте. Он на очень далеком месте, но уже поставил там Я думаю, это еще неизвестно. Но на данный момент это еще неизвестно. Господа, я думаю, что в Семерке, которая перешла к Цепи Ливни, там есть Роберт Ильяев, и вполне возможно, что в Цепи видит как у Ридзу Ариц русскоязычную кандидатку, в отличие от нас, потому что мы ее, по-моему, не видим как русскоязычную кандидатку. Мы вообще случайно узнаем, по-моему. Ну и, конечно, уход Марины Солодкиной после 17 лет. Марина Солодкина, потрясение, скажем так. По-моему, символ израильской русскоязычной политики, и, конечно, это печальное известие. Хотя, может быть, что это в ближайшие пять часов опять же случится. Я предполагаю, что вполне возможно у Цепи Ливни будет список там из 20 мест, и там окажется, может быть, какие-то люди, которые... Реальных у нее 5. Нет, но реальных у нее 9-10 сейчас. По сегодняшним вопросам 9-10. Давид, что ты думаешь о русских... Я бы еще не сбрасывал со счетов Реувена Адлера, человека, который построил Шарона, который сделал Шарона настоящего национального лидера, поэтому давайте не сбрасывать его со счетов, это человек может очень многое. Твое мнение о русских списках, русских кандидатах? В тот момент, когда Либерман поставил в свой список главу, выходцев из Марокко и оставил в своем списке Орли Леви, я не знаю, что он делал в этом кнессе, стало совершенно понятно, что его уже интересует не русский избиратель, а прельба за власть в Ликуде. И поэтому, господа, русские партии для Либермана во всяком случае это как бы ступень ракеты, которая ее подняла на какую-то высоту и падает вниз. Дальше он понимал, он понял, что если он хочет, претендовать на пост, более высокий, чем пост министра из-за дела, из маленькой партии, а это маленькая была все-таки партия, он не может. На пост премьер-министра можно идти либо из партии власти слева, либо из партии власти справа. Слева понятно, что он не мог, против власти это Ликуд, сейчас он вошел в Ликуд, я думаю, оттуда уже если бы это не выйдет, там она и останется. И сегодня уже Либерман наши работают. даже фракции, они объединили только список Кнессет. Я считаю, что это первый шаг в ту же сторону, согласен с Давидом, и все к тому идет. Он себя сейчас будет строить как преемника Биби, а там действительно по сравнению с ним мама из таких бульдозеров. Что происходит? Биби еще довольно молодой для политика, он просто еще молодой мужчина. Биби еще не собираются в отставку. Но правильно, он же не строит Либерман на два года, а он строит на две каденции вперед. Через 18 лет он станет первым в год. Государство Израиля непонятно, что завтра произойдет, мы будем смотреть на две каденции вперед. Мы нет, а Виктор Либерман имеет полное право смотреть на две каденции. Господа, последний вопрос, даже пол вопроса, пол предложения, если можно. Значит, лично мое мнение, я даже написал недавно в Фейсбуке о том, что вот как бы нет потенциала для русской улицы, для русской партии, потому что нет русской улицы, потому что русские голосуют уже многие, как и израильтяне, по тем же критериям и так далее. Но не кажется ли вам, что вот та карта кандидатов, которая формируется, может толкнуть некоторых русских, оставшихся неудел на создание все-таки русской партии в ближайшем будущем? Ближайшие часы ты имеешь в виду? Нет, ближайшие будущие. Тогнуть может. То есть перед следующими выборами? Но сейчас уже, наверное, об этом сложено. Толкнуться в политику. Мы знаем, желание об одном и мало. Нужны деньги. Нужны большие деньги. Нужно несколько миллионов долларов. Это первое. Второе. Нужна структура. Русские улицы есть такие деньги, я уверен. Нужна структура. То есть нужно зарегистрировать партию. Далеко не каждый, кто хочет идти в ФНС, способен. То есть ты считаешь, что технические проблемы могут помешать? Я могу сказать, я могу добавить к этому, что Либерман и Нетаньяу, каждый по отдельности, заявили о том, что они будут способствовать изменению системы власти. Я не знаю, я не очень верю в то, что они изменят систему власти, но то, что они сделают, они повысят электоральные барьеры. В этом я даже не сомневаюсь. Я думаю, что на следующих выборах новым партиям будет заходить в несколько раз тяжелее, чем, например, сегодня. Окей, господа, спасибо вам большое. Уважаемые телезрители, как я говорил, мы сегодня с вами находимся при завершении первого акта избирательной гонки этого года, этого сезона. Следующая наша встреча уже будет, когда будут абсолютно известны все избирательные списки. Мы начнем уже говорить о том, что происходит во второй серии выборов 2013 в Израиле. Спасибо вам за внимание. Спасибо, Давид. Спасибо, ЦВИ. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин